МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости на Солнце ТВ в студии Матвей Лебедев. Здравствуйте. О самых заметных событиях, произошедших в регионе на этой неделе, вспомним в итоговом выпуске программы «Сахалин сегодня». А пока коротко о главных темах. Запутанная история. Областной следком заинтересовался связанным ребенком в частном детском саду Южно-Сахалинска. Обнаружила не сразу я, что воспитатель так жестоко может обратиться за с ребенком. Исключит вторую смену. В Луговом строят дополнительное здание 30-й школы. Объект у нас на сегодняшний день строится с опережением графика. Я остался доволен ходом строительства. Оздоровление в режиме нон-стоп. Фитнес-центр открывает набор на летние каникулы. К каждому ребенку будет применен индивидуальный подход. И никто не останется без именами. Простор для творчества. В детскую музыкальную школу Южно-Сахалинска закупят новое оборудование. Позволит нам, нашим талантливым детям, еще более ярко раскрывать свои возможности творческие. Следственный комитет проводит проверку в одном из частных детских садов Южно-Сахалинска. Причина тому – публикация в социальных сетях. В мессенджерах опубликовали фото малыша, лежащего на полу, и заголовок «Они связывают ваших детей». В запутанной истории разбирался Дмитрий Петров. Каналы и чаты в Южно-Сахалинских мессенджерах взорвались сообщением о связанном ребенке. В публикации утверждают, что малыш был обездвижен в одном из частных детских садов областного центра. «Они связывают ваших детей». Такой заголовок подобрал автор сообщения и дополнил историю фотографиями. Мы связались с бывшим сотрудником частного детского сада Малинка. Девушка проработала в учреждении всего две недели. «Обнаружила не сразу я, что воспитатель так жестоко может обратиться с ребенком, когда пришел новый мальчик. То есть, когда у него должна была проходить нормальная адаптация, соответствующим образом не осуществилось. И воспитатель принял такие меры, что ребенка надо обязательно связать и бросить на пол, чтобы прошел тихий час успешно для остальных детей». В Малинке не отрицают, что ребенок с фотографией продолжает посещать детский сад. Таких новичков в группе трое из 24. Руководитель утверждает, что все родители поддерживают ее в сложившейся ситуации, а негативную огласку в интернете учреждение получило из-за конфликта с уже бывшим сотрудником. «Не справлялся со своими обязанностями, как говорится. Грязно, уборка, ну в общем не соответствовала, не было. Извиняюсь, поволнуюсь в это. То есть, свои обязанности не исполняла. Поэтому пришлось, как-то делали это замечание, и человек принял решение, что он сам уйдет. Ну, то есть, мы, сказала Елена Константиновна, я, наверное, буду уходить. Ничего страшного, пожалуйста, ну, вы мне тоже не устроили». Основной возраст воспитанников домашнего детского сада – от года и трех месяцев до трех лет. Но родители лишены возможности наблюдать за своими детьми онлайн. Нет в учреждении и внутреннего видеонаблюдения. «Отсутствие видеонаблюдения внутри детского сада руководство компенсирует ежедневным фото- и видеоотчетом для родителей в популярных мессенджерах». На разлетевшиеся по интернету фотографии связанного ребенка отреагировали сотрудники областного следственного комитета. Организована проверка. «В настоящее время в воспитанном учреждении работают следователи. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проверяется опубликованная в социальных сетях информация. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение». Сейчас в Сахалинской области функционирует 11 лицензированных частных детсадов. Есть и группы присмотра. Для последних лицензия не нужна. Чтобы определить, к какой категории относятся малинка, мы обратились в областное министерство образования и Роспотребнадзор. Однако в реестрах этих ведомств домашний детский сад не нашли. Дмитрий Петров, Руслан Ширяев, Илья Назаров, Солнце ТВ. В третьей школе Южно-Сахалинска начался капитальный ремонт. Он проходит в рамках федерального проекта «Модернизация школьных систем». В учреждении приведут в порядок кровлю и фасад. Он получит облицовку из плит керамогранита. Появится и архитектурная подсветка. Кроме внешнего облика новым содержанием наполнят и внутренние помещения. В школе появится Центр детских инициатив. Это образовательное пространство будет включать зону для работы и отдыха. В нем активные школьники смогут реализовывать внеклассные проекты. Мы планируем открыть школьный интерактивный музей. Производится переоснащение, модернизация оборудования актового зала. Помимо этого мы переоборудуем современным оборудованием кабинет физики, химии, биологии, мобильными лабораториями, которые позволят не только в рамках учебного процесса, на уроке, но и в полевых условиях проводить исследования. Ремонтные работы планируют закончить до начала нового учебного года. По федеральной программе в этом году изменения затронуты еще четыре школы Южно-Сахалинска. В планировочном районе Луговое возводят дополнительное здание 30-й школы. Благодаря этому дети смогут учиться в первую смену. Ход возведения объекта проверил председатель регионального правительства Алексей Белик. Подробности в следующем сюжете. Школа в Луговом учреждения не самая просторная. Сейчас здесь обучают 930 детей, притом рассчитано лишь на 640 человек. Из-за этого занятия вынуждены проводить в две смены. Решение построить дополнительный корпус напрашивалось само собой. Объект у нас на сегодняшний день строится с опережением графика. Я остался доволен ходом строительства. И школу сдадим в 2024 году в соответствии с графиком производства работы. Поэтому школа достойная, качественная. И дети в скором времени будут качественно заниматься в рамках данного здания. Объект начали проектировать в 2020 году. В 2021 начались строительно-монтажные работы. Возведения ведут за счет средств областного бюджета. Здание общей площадью более 14 тысяч квадратных метров имеет сложную конфигурацию. Одна часть строения будет трехэтажной, другая – двух. Предусмотрен просторный холл с атриумом, столовый, актовый зал, два спортивных, виртуальный музей и современные IT-лаборатории. Дело в том, что луговой расстраивается. Деток очень много в луговом. Большое количество, ну где-то мы так просчитали, процентов 20 у нас ездит деток в городские школы. Вот этот дополнительный корпус, самое главное, он позволит нам перейти учиться в первую смену. То есть вся школа будет заниматься в одну смену, а во вторую смену мы сможем заниматься детками доп. образования. Объект будет абсолютно безопасен для детей. Здание рассчитано на действующую сейсмическую нагрузку в 9 баллов. В настоящий момент уровень технической готовности данного объекта 55%. Ведутся внутренние отделочные работы, работы по монтажу внутренних инженерных сетей. Также завершаются работы по устройству облицовки фасада. Новый корпус примет 550 школьников с 5 по 11 классы. Добавлю, с 2019 года в Соколинской области построено 19 современных образовательных учреждений. Благодаря этому создано более 6,5 тысяч мест в школах. Влад Французов, Дарья Янченко, Андрей Лангерман, Солнце ТВ. В Южно-Соколинске высадили аллею Сакуры. 50 деревьев появились возле 16 школы. Работу провели члены трудового отряда вместе с учителями и родителями. Саженцы предоставил один из городских питомников на безвозмездной основе. Работали школьники в соответствии с технологией посадки. Их заранее проинформировали о ней. Ребята заложили дренаж, удобрение и землю. Все растения расположили с учетом их адаптации к условиям внешней среды. Данное мероприятие у нас уже подготавливается продолжительный срок. То есть мы начинали снимать фильм про войну, про разведчик, про Гавриловы. Про это, наверное, уже все слышали. И вот так нам посчастливилось, что в рамках съемок этого фильма мы познакомились с прекрасной компанией, с питомником, который на благотворительных началах решил нам подарить около 50 саженцев Сакуры. Позже для аллеи предложат несколько названий. Наиболее подходящее выберут при помощи голосования. В нем примут участие родители и школьники. В будущем по соседству с Сакурой намерены высадить дубы и ельники. В Южно-Сахалинске педагоги детского технопарка «Кванториум» провели мастер-класс по IT-технологиям. Воспитанников восьмой школы они обучали азам визуального программирования. В рамках мероприятия ученики работали на платформе «Скретч». Ребята изучили несложные алгоритмы, после чего создали собственную мини-игру. Педагоги технопарка рассказали, что, постигая азы программирования, дети развивают логическое мышление, аккуратность и последовательность в действиях. IT-технологии сейчас очень достаточно популярная история. IT занимаются все, начиная с 7 лет и заканчивая, естественно, взрослым возрастом. Мы обучаем на начальном этапе ребят программировать. Основная цель мастер-классов – популяризация инженерно-технического творчества среди детей. Мероприятие продолжит в пятницу. В детской музыкальной школе номер один Южно-Сахалинска появятся новые инструменты. Это станет возможным благодаря участию в нацпроекте «Культура». Для учреждения закупят современные концертные рояли, аккордеоны и баяны. Всего более 20 единиц оборудования. В этом перечне также духовые инструменты, светодиодный экран для сцены, оборудование для концертных выступлений, учебно-методическая литература, нотный репертуар. Закуплены пособия и учебные комплекты для нового художественного отделения. Там детей будут обучать изобразительному искусству. Позволит нам, нашим талантливым детям, еще более ярко раскрывать свои возможности творческие. Дети смогут участвовать в различных конкурсах, потому как концертные рояли позволяют исполнять в четыре руки, в восемь рук произведения, то, чего сейчас у нас нет. В настоящее время в школе обучают более 200 детей от 6 до 18 лет. На возе учреждения созданы творческие коллективы, хоры и вокальные инструментальные ансамбли. Они успешно проявляют себя на лучших концертных и конкурсных площадках Сахалинской области. Отдых для детей – головная боль для родителей. Куда отправить своих чат летом, сейчас решают многие взрослые. Провести теплые деньки с пользой для здоровья предлагают в фитнес-центре «Иксфит» «Созвездие». В июне учреждение открывает набор на время школьных каникул. Специалисты уже разработали уникальную спортивную программу «Смартфитнес». Ее преимущество изучила моя коллега Наталья Полчаева. Основной акцент фитнес-каникул сделан на оздоровление детей при помощи активных программ. Так главной изюминкой станут занятия в бассейне. На них юные спортсмены будут тренироваться с использованием водного инвентаря под руководством опытных специалистов. Это позволит не только вдоволь повеселиться, но и выработать дисциплину с малых лет. При этом ребятам совсем не обязательно уметь плавать. Тренерский состав обучит АЗАМ с нуля. Очень часто дети 10-12 лет не умеют плавать и боятся воды. И специально для них мы разработали программу в игровом формате, которая позволит им уверенно держаться на воде. Группа в лагере у нас численность 10-12 человек. И к каждому ребенку будет применен индивидуальный подход. И никто не останется без внимания. Занятия в бассейне включены в каждую группу и будут проходить несколько раз в неделю. Помимо этого, каждого ребенка ждет трехразовое питание, выездные мероприятия, а также детские тренировки по системе Smart Fitness. Программы наших тренировок разработаны по системе Smart Fitness. Это запатентованная система X-Fit, позволяющая оздоравливать как детей, так и взрослых без травмоопасных упражнений, развивая пять их физических качеств. Это сила, выносливость, ловкость, координация и гибкость. Для детей в возрасте с 6 до 12 лет специалисты подготовили пять тематических смен. Длительность каждые две недели, с 9 утра до 6 вечера, ребята будут посещать не только спортивные, но и творческие занятия. На них в зависимости от программы они научатся работать в технике скрабукинг, посетят уроки ораторского мастерства, фотографии и поставят пьесу. Освоить предлагают и уникальные коммуникативные уроки. С ребятами учимся правильно общаться, но не в том плане, что там здравствуйте, до свидания, а в том плане, что общаться по-доброму друг с другом, никого не задирать, никаких злых шуток, чтобы каждый ребенок был комфортно себя чувствовал друг с другом, чтобы все детки у нас здесь общались, дружили. Узнать подробности и записаться на фитнес-каникулы можно по телефону 313-313 или по адресу улица Емельянова, 35А, корпус 4. Наталья Полчаева, Данил Саражинский, Дмитрий Прокошкин, Солнце ТВ. Вы смотрите итоговый выпуск программы «Сахалин сегодня» и мы продолжаем. На Сахалине отпраздновали День Победы. Традиционно 9 мая началось с военного парада. Маршем прошли порядка тысячи военнослужащих. В честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в городском парке стартовал летний сезон на детской железной дороге. Все желающие могли отправиться в путь совершенно бесплатно. Как прошел великий праздник, расскажет Дарья Янченко. Военный парад всегда был и остается главной частью Дня Победы. Под музыку Александрова знаменная группа армейского корпуса Восточного военного округа вынесла точную копию знамени Победы, воодруженную на Рейхстаг в мае 1945-го. Затем маршем по площади прошли расчеты из офицеров, сержантов, представителей юнормии, воспитанников кадетского корпуса. Это праздник единства и силы духа нашего народа. Мы показали всему миру, что злоченность и любовь к родине помогают преодолеть все испытания, выстоять и не сломаться. Мы преклоняемся перед героизмом и мужеством бойцов и тружеников тыла. Всех, кто не щадил своих сил в борьбе с врагом. Механизированную колонну из 23 машин традиционно возглавила легендарная «Катюша». Гости праздника увидели реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Град», а также зенитно-ракетные комплексы «Триумф». На этом празднование Дня Победы не закончилось. В городском парке в торжественной обстановке открыли летний сезон на детской железной дороге. Торжественное открытие состоялось нашего 69-го сезона. Это у нас торжественный поезд. Сегодня рейсы абсолютно бесплатные. Переменчивая погода внесла свои коррективы. В парке несколько площадок отменили. А вот областная детская библиотека последовала по иному пути. По плану сотрудники должны были устроить настоящий праздник двора. Но из-за дождя решили провести мероприятие в стенах учреждения. У нас мероприятия запланированы для разных категорий наших читателей. Для совсем маленьких они делают победную книжку-малышку. Чуть постарше ребята мастерят заветные треугольники для ветеранов. Один из треугольников смастерила 10-летняя Александра Симен. Девочка в День Победы пришла в библиотеку со своей подругой. Такие вот треугольники и вот с такой темной бумаги немного там с фронта отправляли письма. Все желающие могли подкрепиться солдатской кашей. Ее предоставил 68-й армейский корпус. Мастер-классы проходили под звучанием многим известных мелодий. Для этого специально пригласили баяниста из областного центра народного творчества. Кульминацией праздничного дня стал большой концерт на Площади Победы. Но он завершился красочным фейерверком. Жители Южно-Соколинска присоединились к международной акции «Сад памяти». Почти 70 саженцев дуба в память о героях Великой Отечественной войны высадили в районе перекрестка улиц Пограничная и Горького. Участие приняли сотни гаража. Увековечить память о своих родственниках, участниках войны, жители областной столицы вышли дружными, трудовыми и семейными коллективами. Небольшие компании из трех-пяти человек посадили по несколько деревьев. В перерывах горожане рассказывали об исторических ценностях, которые удалось сохранить. Присылал письмо с фронта. Береги детей. Им отстраивать страну. Давай им образование. Обязательно. Пока мы воюем, давайте детям образование. Это вот посыл из окопа. И это письмо хранится у нас дома. Пока жива память о тех, кто защищал нашу родину, я считаю, что мы этим и сильны. И этот патриотизм надо обязательно воспитывать в подрастающем поколении. Отмечу, цель акции «Сад памяти» – высадить по всей стране и за рубежом 27 миллионов деревьев. В память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. В областной столице управляющие компании приступили к текущему ремонту дворов. В них приводят в порядок проезды и пешеходные зоны. На данный момент специалисты Департамента дорожного хозяйства, общественники и волонтеры осмотрели более 400 территорий. Всего в этом году планируют провести текущий ремонт в более чем 600 дворах. В частности, по адресу Ленина 312А восстановят порядка 300 квадратных метров асфальта. Будет сделано восстановление асфальтобетонного покрытия пешеходной дорожки. И также будут устраняться мелкие и крупные дефекты асфальтобетонного покрытия на самой территории проезда, дворовой территории. Как с одной стороны дома, так и с другой стороны. В этом году капитальный ремонт проведут на 26 дворовых территориях. Основные силы направят на замену асфальтобетонного покрытия и решение вопросов логистики, связанных с вывозом мусорных контейнеров. Уделите внимание, обещают и модернизации детских и спортивных площадок. Новые автобусы вышли на улицы Южно-Сахалинска. Со среды в городе курсирует 20 машин производства Минского автомобильного завода. Они прибыли на остров в конце апреля. На них произвели обкатку, подготовку и настройку оборудования. «Зелёный транспорт» работает на третьем и 81 маршрутах. «Тройка» ездит между Новоалександровском и аэропортом. В транспортной компании говорят, что поставили сюда новые машины большой вместимости, чтобы произвести приятные впечатления на прилетающих в областной центр. На 81 маршрут вышли автобусы среднего класса. «Это маршрут «Сетимол» дальняя. Маршрут, который был, ну, такой, можно сказать, многострадальный в зимний период. Много было по нему нареканий, много было жалоб. Поэтому мы решили поставить новые автобусы именно на вот этот проблемный маршрут». До конца мая в Южно-Сахалинск прибудет ещё 80 новых автобусов. Они работают на газовом топливе. Оснащены всеми необходимыми системами для комфорта пассажиров и водителей. Добавлю закупка белорусских машин – часть транспортной реформы, проводимой в городе. Въезд в Южно-Сахалинск на грузовике недопустимого размера или с превышением разрешённой массы с 11 мая влетит в копеечку. Пункт весогабаритного контроля у бывшего поста ГАИ в южной части проспекта Мира закончил тестовый режим работы. Теперь за нарушения будут выписывать штрафы. По этой дороге в областной центр везут грузы из Корсаковского порта. Напомню, пункт построили прошлым летом и запустили 10 февраля. Три месяца аппаратура фиксировала отклонения, но никаких санкций для перевозчиков это не несло. Испытания показали, что среди владельцев большегрузов отступление от правил носят массовый характер. Выявлено порядка 28 тысяч нарушений. Из них порядка 3,5 тысяч – это нарушения габаритных параметров автомобиля. Порядка 26 тысяч – это превышение нагрузки на ось. И порядка 19 тысяч – это превышение общей массы автомобиля. Узнать о нарушении можно сразу, проехав пост. Информация появится на экране. Он расположен в 300 метрах. Штрафы солидные – от 200 до 400 тысяч рублей. Постановление о наказании придет по почте или в госуслуги. Средства, вырученные, скажем, от выявленных правонарушений, поступают в бюджет Сахаринской области и служат источником пополнения дорожного фонда. На перевозку неделимого тяжелого или негабаритного груза можно заранее получить разрешение. Его оформляют на сайте Росдор-мониторинга, оплатив госпошлину и ущерб. Эта сумма на порядок меньше штрафов, говорят в Сахалин-Автодоре. Добавлю, что строить дополнительные пункты весогабаритного контроля на Сахалине пока не планируют. Областное первенство по пулевой стрельбе прошло в Южно-Сахалинске. Соревнования собрали 60 спортсменов в возрасте до 21 года из Анивы, Тамари и Островной столицы. За соревнованиями наблюдала наша съемочная группа. Стрелки на огневом рубеже демонстрируют высокий уровень спокойствия. В заключительный день первенства спортсмены выполняют основное олимпийское упражнение. Задача участников – сделать 60 зачетных выстрелов из пневматической винтовки или пистолета из положения стоя. На это дают 1 час и 15 минут. Первый день соревнований, 6 мая, проводилась стрельба из пневматической винтовки и пневматического пистолета. Скоростная стрельба проводилась из пистолета и из трех положений, из винтовки. На следующий соревновательный день спортсмены сражались в парах. Пары смешанные, так называемые, среди пистолетчиков и винтовочников. Интересно, что справиться с оружием. Спортсменам помогает не только собственное мастерство, но и специальный костюм. В нем стрелкам проще держать винтовку. Тело становится устойчивее за счет жесткого материала, который частично выполняет роль корсета. Материал достаточно плотный, это больше для устойчивости. У нас есть обувь, которую мы зашнуровываем. Штаны, их можно застегивать у нас, не расстегивать. Когда садимся, лучше всего расстегивать, чтобы костюм не брал свою форму для устойчивости. Зал соревнований оборудован электронными мишенями. Визуально габаритов здесь нет. С линии огня виден только черный круг на светлом фоне. Однако очки тут определяют с точностью до десятых долей. Бумажные мишени практически не используют. Допустим, на всяких первенствах России, всероссийских соревнованиях. Используют все как раз такие электронные установки для определения результатов. По бумажным мишеням это трудно определить, поскольку по бумажным мишеням в основном ведется стрельба не с десятыми. А данные установки могут показать стрельбу с десятыми. Эти состязания являются отборочными. Лучшие спортсмены отправятся на национальные соревнования «Юный стрелок России». Они пройдут в Ижевске с 14 по 28 июня. Аделина Леонова, Александр Тютюников, Илья Назаров, Солнце ТВ. В регионе состоялся первый в этом году домашний матч футбольного клуба «Сахалин». В рамках очередного тура второй лиги чемпионата России островитяне играли с пензенским «Зенитом». Встреча едва не закончилась для хозяев поля обидным поражением. Ситуацию выровняли буквально в последние минуты. Первый гол в игре на 35-й минуте забил пензяк Дмитрий Купцов. После этого до самого конца встреча носила вялый и безрезультативный характер. Ее оживляли лишь нарушения. Судьи выдали три желтые карточки. Сахалинцев в добавленное время спас Иван Яковлев. Результатом доволен, но, к сожалению, хотелось бы большего. Но еще раз говорю, то, что проигрывали, не забили гости пенальти. Поэтому мы отыгрались на 90-й минуте. Поэтому в целом результатом доволен. Содержанием игры нет, результатом – да. Месяцом раньше, напомним, сахалинцы победили «Зенит» на их домашнем поле. Команду, которая сейчас замыкает турнирную таблицу, переиграли с минимальным счетом. Сейчас Сахалин занимает в ней 18-е место. Ровно посередине. Следующая игра островной команды состоится 15 мая. Ее соперником будет «Знамя» из Ногинска. В Южно-Сахалинске состоялся чемпионат по боксу на Кубок Победы. Награды оспаривали около 140 воспитанников спортивных школ со всей области. Схватки в Дворце спорта «Кристалл» длились три дня. За финальными боями наблюдала наша съемочная группа. В областной центр съехались боксеры всех возрастов из «Анивы», «Шахтерска», «Паранайска», «Ахи», «Малокурильского» и «Корсакова». По регламенту все поединки состояли из трех раундов. Единственное отличие – их продолжительность. От полутора минут для младших спортсменов до трех для мужчин. В заключительный день турнира дрались 28 пар. Один из первых победителей – 13-летний Ярослав из «Шахтерска». Парень боксирует спокойно и расчетливо по точной тактике. Для него этот спорт – практически семейная ценность. «Боксом я занимаюсь три года. Сначала раздергиваю, пробиваю в голову и перехожу на корпус. Но бокс – это не просто спорт. Это мое главное увлечение, наверное». «Почему?» «С детства как-то отец рассказывал, что боксером быть классно. У меня отец сам боксер. И я загорелся желанием пойти на бокс». Двоих мальчишек с «Шокотана» на соревнования привез новый тренер. Он прилетел на острова из Омска и нисколько об этом не жалеет. В курильской секции бокса «Аманжан» работает месяц. «Мне прислали ссылку вакансия работы России. Я откликнулся на данную вакансию. И вот я здесь тренирую ваших ребят. Уровень достаточно хороший. Президентренер дал базу им. Сейчас вот надо доработать некоторые моменты. Убрать, ну, есть лишнее, которое в боксе не надо. Поэтому мы сейчас вот это все убираем, подрабатываем, нарабатываем. Ну, вперед. Двигаемся вперед». По словам тренеров, мастерство сахалинских боксеров последние годы заметно выросло. Наши юные спортсмены уверенно конкурируют на уровне Дальнего Востока и достойно выступают на всероссийских соревнованиях. «У нас буквально в Чехове проходило. Недавно по старшим юношам России, где я тоже туда летал судьей, наш представитель Слепухин Даниил Скристалла представлял сахалинскую область. Вот сейчас у нас представитель Кольсакова Агаев Даниил поедет на первенство России в Тверь. Также у нас еще есть путевка по младшим юношам, где они поедут. Там пока еще не определили город, где будет происходить, но в начале июня они уже тоже». Кубок победы по боксу – традиционные соревнования. Они проводятся уже много лет. Победители во всех возрастных группах получили медали, кубки и ценные подарки. Дмитрий Зелинский, Данил Сарожинский, Дмитрий Прокошкин, Солнце ТВ. Областной турнир по настольному теннису, посвященный 9 мая, прошел в Южно-Сахалинске. Традиционные соревнования собрали у столов 40 сильнейших спортсменов области. Сюрпризом для организаторов стало участие гостей с материка. С мастерами ракетки пообщался Дмитрий Зелинский. Самой юной участнице здесь 11 лет, старшему более 70. Они приехали из сахалинских городов, где пинг-понг активно развивается. Тамари, Корсакова, Долинска, Настя Федоренко из Холмска. Играет в теннис больше половины жизни и ей есть чем гордиться. Я занимаюсь 7 лет полных лет. В этом году, в 2023-м, я бронзовый призер кадетов, бронзовый призер юниоров. Мы золотые с Рыжковой Елизаветой на юниорах и на кадетах в парнем разряде. Наиболее опытные и перспективные игроки в этих залах – участники региональной сборной. Вскоре им предстоит участие в дальневосточных соревнованиях. Мы сейчас едем на командный кубок ДФУ, но в основном вставляем молодежную команду, не взрослую. Здесь близко, поэтому мы стараемся сейчас молодежь немножко подтянуть, чтобы они потом уже могли со взрослыми биться. После разминки прошло построение, а затем пары начали танец с ракетками. Игра шла одновременно за несколькими столами. Мастер спорта тренер Ольга Титова прилетела на Сахалин из Бурятии в гости. Несмотря на достижения и титулы, девушка отдает должное соперникам с «Островов». Какой шанс-то дадите или чем-то может? Ну, как получится. Это же игра, мяч круглый. Тут вообще все, что угодно может произойти. Поэтому это не показатель, что я на разминке так хорошо все попадаю. И, соответственно, в игре совершенно может быть все по-другому повернуться. Поэтому настрой все равно терять не нужно. Слова спортсменки оказались пророческими. До золотой награды ей не хватило совсем немного. Первые места завоевали Роман Корниенко и Ульяна Черепанова. На вторых Антон Баранов и Ольга Титова. Тройку лучше замкнули Роман Баранов, Эрик Ким, Вероника Кан и Екатерина Веденцева. Они разделили бронзовые награды. Дмитрий Зелинский, Данил Саражинский, Дмитрий Прокошкин. Солнце ТВ. Эфир нашей программы подходит к концу. Выпуск завершит прогноз погоды. А у меня на этом все. Напомню, свежие новости о Сахлинской области мы рассказываем на Солнце ТВ каждый вечер в 20.00. А сюжеты, выходившие в эфир, можно найти на нашем Ютуб-канале. В студии был Матвей Лебедев. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Двери в империи. Прекрасная цена. На входную дверь Торекс 29 900 рублей. Успей купить по выгодной цене. Установка двери с гарантией. Бесплатная доставка по Сахалину. Подробности по телефону 505 500 и на сайте. www.505500.ru Двери в империи. Двери в империи. Двери в империи. Двери в империи. Прекрасная цена.